Капабланка в этой позиции стояла своим последним ходом, сделал ход король G3. Он хочет этого короля активизировать. Но играл с гроссмейским тартаколером, ну потому что не все слышали. Здесь побили пешку G3 шахом. Я вот эту позицию, когда пришел... Ребят, делайте эти ходы. Я получил это самое первое. Музик, ладья бьет G3, ну чтобы вы видели там. Король идет на G3. Зачем? Вот когда ладья нападает на вас, вы идете пешкой вперед. Кушают вашу пешку. И теперь ваш король хочет прийти на поле F6. Теперь, ну это просто показать, потому что не все были. Если вы скушали вот эту пешку ладью, если теперь посчитать количество пешек. 2 на 5, плюс 3 пешек. Но после такого хода непонятно, как не получить ману. Как говорится, вот мы пришли королем на шестую, ваша пешка на шестую, ладья стоит на аште. И с Платоном и с Андрусевичем, как говорится, это мы все в свое время смотрели. Что вот эти дети, вот вы поедете играть сейчас до 12 лет, они это на автомате, как говорится. Ну вот сравните, кто поедет, как вот они играют. В основном там рижский, да, выпился там и будет. Как говорится. Потому что Андрусевича большой рейтинг, его не хотят пускать. Так же, как и Платон. Но это глупость. Конечно, это самое, что детям 11 лет, и они не могут сыграть. Поэтому, когда получилась вот эта позиция, вот, король напал. Чтобы не получить мата, входит ладья в 4. Я иду сюда. Вот, хочу поставить мату. Вот, команда возникла. Ладья по седьмой, пешка по шестой и король. И мы хотим поставить мату. В партии последовал ход, король пошел на живот. Это просто я почему-то с этой позиции, потому что пришли дети. И здесь последовал шаг. Но вначале я тоже подумал, ну а зачем такой шаг дали? Но Капабланка, вот мы дальше будем смотреть. Он играл на понимание, как говорится. Он на понимание знал один нюанс, который будет сыграть дальше. Ну, ушли сюда. Я съедаю пику на цехе. Ну, теперь у меня уже получается 3 пешки на 4. Было минус 2. Скоро будет 3-2 пешки. Хочу поставить мату. Ну, говорится, в этой позиции пошли ладьей на его шестой плачей. Ну, может быть, что-то и проще было. Но если можно взять пешку, так уравнять. Теперь народа стало поровну. Никаких проходных пешек нет. Хочу пешечку на 7 взять, это самое. Здесь послело ход ладья ли 4. Ну, тоже грозит съесть. Ну, Капабланка пошел сюда. Но позиция поменялась. Там была позиция, вот как вы играете тут, троекратно и не троекратно. Этой же пешки уже нет. Я хочу поставить ман. Король пошел, значит, на поле 6. Нам дали здесь шаг. Ну, потому что матаемся. При своих ходах, если ладья уйдет, я могу пешку на 7 съесть. И уже было бездвухно. А сейчас уже плюс пешка становится. Поэтому, значит, последовал шаг, я ушел. Противник напал на пешку. И вот, теперь находится вот этот вот же 7. Если бы того шага не было, король тут стоял, как говорится. Но что он добивается? Эту пешку взять нельзя. Потому что он и ушел королем, как говорится, здесь. Почему? Потому что если эту пешку скушать, я могу все это поменять, как говорится. Съел пешечку на Д5, ну и тут никто не успевает бежать. А эта пешка у нас лишней остается. На всякие такие ходы. Продолжение следует...